Непростой 2020 год внес множество корректив в работу отделов Одесской епархии, направленных прежде всего на усиление мер безопасности для священнослужителей и прихожан, а также на расширение круга тех, кому епархия оказывает поддержку. Кроме того, новым смыслом наполнилась медиакоммуникация и в 2021 году мы стараемся поддерживать и развивать новые начинания и уже полюбившиеся всем проекты. Друзья, в 7 часов утра, город Одесса, мы на выезде, как всегда, приехали к святителю Николаю, чтобы попросить благословения, потому что мы едем с Филиппом в дальнюю поездку, в Черновейская земля, в такой монастырь, о котором мало кто знает, но это земля блаженнейшего, это земля святых людей, и это Кулевецкий монастырь, Свято-Успенский мужской монастырь, он очень интересный, очень красивый. Тревел-проект МАУС «Сели и поехали» вдохновляет зрителей на путешествия, паломничество и изучение святынь нашей Церкви. Программа «Люди Церкви» все так же рассказывает о современниках, которыми наша Церковь гордится. Очень важным для освящения социальной миссии Одесской епархии остается проект «Добро объединяет». Это серия очень разных по формату видео и публикаций о многочисленных добрых делах, которые реализуются духовенством совместно с благотворителями, меценатами и прихожанами наших храмов. Это в частности помощь нуждающимся семьям, интернатам, всесторонняя поддержка медиков и пациентов в лечебных учреждениях. Наша православная молодежь во главе с отцом Максимом, который подходит сюда поближе, привез на Воробьево-3, это детская областная больница, огромные подарки. Вот этот грузовик с коробками привез лекарства. Сейчас справа от нас заносят ценные подарки для детей и для родителей тоже. Добро объединяет! Добро объединяет! Спасибо! Добро объединяет! Один из новых медиапроектов «Вопросы психологу» очень быстро набрал популярность. В нем православный психолог Яна Агоева и супруга священника Людмила Машняга обсуждают важные вопросы семейных взаимоотношений, которые актуальны для многих зрителей. Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Мы возвращаем нашу рубрику «Ответ священника». Смотрите в эту пятницу в хорошем качестве, с хорошим звуком на каналах Одесской Пархии, Facebook, YouTube и Instagram в 20.30. «Ответ священника» — это уже непосредственно диалог со зрителем. Программа, в которой протеерей Максимиан Погореловский в прямом эфире отвечает на самые разные вопросы, поступающие в чат. Интересуют людей как церковные обычаи и толкование библейских текстов, так и животрепещущие вопросы мирской жизни, например, пандемия. Ни один из них не остается без внимания батюшки. Такие же прямые эфиры проводят и другие служители нашей церкви. Также в прямом эфире на вопросы зрителей, но уже на медицинскую тематику, отвечает православный врач высшей категории Диакон Владимир Скнарь. Отец Максимиан возглавляет еще один интересный медиапроект «Лица». Это программа, в которой зрители могут больше узнать о людях, которые отдали всю свою жизнь церкви и народу Божию. При этом знакомство происходит по мере того, как гость отвечает ровно на 33 вопроса. Друзья, город Измаил. Мы с нетерпением показываем вам то, что видят обычные обыватели этого города. Смотрите, это будет очень интересно. Еще одна новинка создается трудами автора и ведущего многих наших проектов – архидиакона Андрея Пальчука «Города». Это программа о городах Одессины, их достопримечательностях, истории, людях и, конечно, православных святынях. Друзья, мысли. Седьмой выпуск. Зачем перенесли крестный ход и стоило ли так делать? Желаю вам приятного просмотра. Проект «Мысли» мы представляем с особой радостью и гордостью, так как его создает молодой клерик Никита Комов, чей живой ум позволяет не только глубоко анализировать события, происходящие в нашем государстве и церкви, но также доступно и интересно рассказывать об этом зрителям. Также мы стараемся показывать нашим подписчикам интересные аспекты нашей внутренней кухни, в частности, процесс приготовления просфор, торжественные события, детской духовной семинарии и прочее. И не забываем радовать зрителей и подписчиков выступлениями хора и отдельных солистов концертами, приуроченными к важным датам. Масштабным культурным событием для Одесской епархии в этом году стал концерт «Ко дню победы» на мемориале 411 батареи. 9 мая здесь звучали песни военных лет в исполнении епархиального хора «Миротворцы», молодежного хора, а гостем концерта стал Максим Ткачук, прославившийся своим талантом в Украине и за ее пределами. Трансляция концерта собрала десятки тысяч зрителей, помимо сотен людей, которые прибыли на мемориал лично. Завершился наш концерт – песни «День победы» под залпы праздничного салюта. «День победы» «Городом права» «Это праздник» «Зеленое дарство» «Это радость» «Со слезами на глазах» По благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского свою активную деятельность продолжает и молодежный отдел Одесской епархии. Стараясь уделять равное внимание различным аспектам жизни молодежи, мы все же делаем упор на социальном направлении. Ведь труд и добрые дела одновременно и объединяют и пробуждают креативность в участниках процесса и приносят большую общественную пользу. Потому члены наших молодежных клубов по возможности участвуют в акциях по сдаче крови, организовывают субботники, опекают дома-интернаты, проводя в их пользу благотворительные акции и устраивая праздники для детей, как это бывает, например, ко Дню Святого Николая. Приятно отметить стремление нашей молодежи делиться своими знаниями со сверстниками, в частности в нашей воскресной видеорубрике «Толкование на апостольские послания». Ролики апостольских чтений готовят молодежь храмов епархии под руководством своих духовных наставников. Это прекрасный проект, который показывает большой потенциал нашей православной молодежи. Как и другой видеопроект «Неизвестный святой» инициированной молодежкой храма святых Адриана и Натальи города Одессы. В нем ребята знакомят зрителей с житием и деяниями святых, которым мы молимся в наших храмах и у кого просим заступничества. Очень интересной инициативой стала крещенская памятка, которую наша молодежь подготовила в преддверии праздника Крещения Господня. В ней ответы на вопросы, которые очень часто задают как прихожане храмов, так и люди невоцерковленные. И на эти вопросы, опираясь на Писание и церковную традицию, отвечает молодой священник. Молодежные встречи при храмах епархии всегда были очень разносторонними. Ребята уделяли много времени священному писанию, но никогда не забывали о досуге. Ходили в театры и кино, отдыхали на природе. К счастью, карантин не лишил нашу молодежь такой радости. Совместные поездки, походы в театр и на каток остались доброй традицией. Как и теплый прием гостей из других епархий. Например, недавние встречи с православной молодежью из Львова и Запорожья. Еще одной традицией стали творческие рождественские поздравления от разных молодежных объединений, а также молодежного хора Одесской епархии. В стихах, песнях или просто в добрых словах из этих видеооткрыток, вся наша искренность и любовь друг к другу. Также традиционными стали и поздравления с Днем православной молодежи из разных стран мира, которые помогают всем нам почувствовать единение нашей церкви и поддержку молодежи разных стран. Кроме того, в рамках культурного направления ребята из разных молодежных клубов Одесской епархии реализовали проект «Одесский поезд славы» и его герои в память о погибших воинах, тружениках тыла и мирных жителях, чьи имена увековечены в цепи монументов, возведенных в 1964-67 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы. Многие молодежки также записали видео поздравления с Днем Великой Победы. К ним присоединился молодежный хор Одесской епархии, исполнив одну из известнейших и любимейших песен военных лет «Синий платочек». Синий скромный платочек Падал с опущенных плеч Ты говорила, что не забудешь Ласковых, радостных встреч Пусть на этом поле Благодатью Крестовой произрастают Только всходы добра, любви, мира, благочестия. Пусть это поле цветет только добру и милосердием. Последние весенние дни были не менее насыщенными. Мы возобновили молодежный и семейный фестиваль «Покровское поле» – место творческого и созидательного единения, активного отдыха и молодежного общения. Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Как солнце по утрам Пусть оно заходит до... Пусть оно заходит до... Копилку спортивных инициатив молодежного отдела Пополнили виллоквест храмы Одессы и теннисный турнир. Уверены, что летом в этот список добавится еще больше активностей. Прошедший год стал настоящим вызовом для нас всех, но этот вызов был принят и, как нам кажется, преодолен. Мы смогли обеспечить нашей молодежи стабильную культурную и социальную жизнь, пусть и не всегда оффлайн. В то же время наши молодежные объединения показали, что они готовы не только участвовать в инициативах, но также инициировать новые интересные проекты и вести за собой. Чему мы искренне рады. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова